Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, в продолжение темы легкоходства, точнее мотолегкоходства, хочу презентовать вам, не презентовать, а презентировать вам свой новый рюкзак, который я купил специально для путешествий. Это рюкзак от фирмы Buse, это тоже немецкая фирма, так же как и мой предыдущий рюкзак, тоже немец, только ванучий. Я вам сейчас покажу оба рюкзака и расскажу, почему я взял себе вот этот рюкзак. Давайте сначала покажу вам свой старый рюкзак и объясню вообще причины покупки нового рюкзака. Вот этот вот рюкзак, ванучий, я его купил в прошлом сезоне, весь сезон с ним откатал, то есть он очень отличный рюкзак, то есть отличного качества, вообще супер, то есть он водонепроницаемый. И я бы им дальше пользовался, и я им буду дальше пользоваться, но только на таких каких-то коротких прохватах или по городу за продуктами ездить, например. Почему я все-таки решил взять себе другой рюкзак? А дело в том, что масса этого рюкзака составляет 1390 грамм. То есть пустой рюкзак весит почти полтора килограмма, это я подумал многовато. Стал искать другие рюкзаки, другие альтернативы и наткнулся вот на этот рюкзак. Это реально, я бы назвал этот рюкзак легкоходным. Масса его составила сейчас на весах, я взвешивал 820 грамм. Это экономия по сравнению с этим ванучевским 570 грамм. Ребята, 570 грамм, вы только вдумайтесь, у меня спальный мешок весит 560 грамм. То есть вес спального мешка я сэкономлю, только заменив рюкзак. Но помимо всего прочего, этот рюкзак еще больше в объеме. Этот рюкзак он 30 литров, а ванучий он 25 литров. Вы представляете, я выигрываю насколько не только в весе, но еще и в объеме. Так что, вот это была основная, ключевая причина, почему я решил его заказать. Что касается качества его, ну сделан так, неплохо, добротно. Материал тут используется тот, из которого шьют тенты для машин, то есть для фур. Ну, что касается его износа стойкости и все такое, это конечно пока сейчас рано судить. Это не является каким-то таким обзором, это просто, можно сказать, я делюсь с вами радостью покупки. Ну и вообще рассказываю про мотивацию покупки, собственно. Так что качество его мы посмотрим как бы в бою в следующем сезоне. Я буду с ним гонять, то есть на дальники. То есть сюда должна поместиться будет абсолютно вся моя ультралегкая снаряга. И вот так вот налегке поеду я на своей Хонде покорять Европу, так скажем. Этот рюкзак, он также водонепроницаемый. С этой стороны у него такая вот мягкая спина, вот сверху и снизу такие сеточки. Ну, в общем, как у любого рюкзака. Но реально, ребята, этот рюкзак я бы отнес к классу легкоходства. И с ним даже можно просто ходить, наверное, в пешие походы. Почему нет? Скажем так, 30 литров нормальный объем для легкохода. Так что будем посмотреть. Я, как только наладится погодка. Ну, в принципе, что значит наладится? После нового года, когда, ну, может быть, в конце января я сгоняю в какой-нибудь кемпинг. Или здесь где-нибудь недалеко найду какое-нибудь местечко, где можно будет все будет испытать, скажем так, весь свой equipment, рюкзак, палатку. В общем, все, что я заказал. Конечно, многих вещей я еще на сегодняшний день не получил. Таких, как палатка, посуда там титановая, еще кое-что по мелочи. Но, соответственно, как мне будет все приходить, я буду по мере поступления товаров, скажем так, вам рассказывать. Опять же, ребята, это не детальный обзор. Это не претендует на обзор, что вот прям детально я вам сейчас про каждый шовчик все расскажу. Нет, это просто я делюсь с вами радостью приобретения того или иного девайса. Все обзоры, какие-то отзывы по качеству, практичности я буду делиться с вами уже в процессе чуть позже. Ну, вот, собственно, все, что я хотел рассказать в этом небольшом ролике про свои рюкзаки. А, нет, забыл еще, ребята, упомянуть, что вот у Вануччи, у него есть еще такой клапан. То есть, здесь можно вот, допустим, его сдувать, надувать с помощью вот такого замечательного, интересного клапана. Это очень практично. То есть, когда у вас маленькие объемы, вот стягиваете здесь стяжками, выпускаете лишний воздух очень легко. Но этот рюкзак стоит денег. Сейчас он в Луисе, по-моему, по спецпредложению со скидкой 99 евро, если я не ошибаюсь. Так, обычная его цена что-то около 140 евро. Ах, да, ребята, я же забыл сказать самое главное. Цену, цену. То есть, я купил его за 40 евро. То есть, без налогов он мне там вышел где-то 35 евро. Можете себе представить? 35 евро. Конечно, если бы он стоил сотку, я бы его не купил. Я бы уж как-нибудь с этим ездил. Но вот, цена меня подкупила. Опять же, я сейчас не рекламирую ничего. Вообще, ссылок никаких там на продукты я постить не буду. Кому надо, гуглите, ищите сами, так скажем. Тут, кстати, еще есть спереди такой карман. То есть, значительно такой солидный. По объему сюда можно какие-нибудь мягкие вещи положить. Ну, в общем, можно сюда что-то положить. Да, вроде как он позиционируется тоже водонепробиваемый. Но, опять же, судить сейчас рано об этом. Надо с ним покататься и испытать его будет. В общем, ну, на этом все. Я заканчиваю данный видос. Понравился видос, поделись с другом. Поставь лайк или дизлайк, если не понравилось. Подпишись на канал. Ну, собственно, все. Всем до новых встреч. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok